ну что дорогие друзья всем доброго дня с установочного центра baslan сегодня у нас очередная прослушка акустика в стенде в этот раз мы сравним компоненты уже не бюджетной серии ну и до топчика на самом деле им да им далеко что касается цен они у нас рубль в рубль стоят одинаково и избе это у нас италия 12 990 и было франция тоже 12 990 это абсолютно разные динамики по звучанию но тем они интересны для сравнения прослушки чё наверное сейчас будет прослушка а потом мы с вами поговорим о том какие динамики куда можно установить и в чем плюсы той или иной акустики относительно той или иной акустики я так и оставлю давай и Продолжение следует... 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 но очень недавно у нас зашла на рынок, поэтому они мало кто знает. 2000 линейка, это не начальный уровень, это уже чуть подороже, начальный уровень у них 1000. 2000 имеет очень много вариаций, даже есть трехполоска, но у нас самый бюджетный вариант этой линейки, линейка Думила. Здесь у нас мидбас, очень интересный такой беленький, с пластиковой корзиной, хотя наверное дистрибьютор компании ESB обидится, лучше сказать, с корзины из ABS пластика со стекловолокном и производитель заявляет, что эта корзина намного прочнее, нежели металлические корзины у конкурентов. Сравнивать не буду, я их не ронял, на них не прыгал и вам не советую. Корзина и корзина из ABS пластика, без резонанса, молодцы, хорошо. Добротно собранный динамик, клеммочки здесь под лопатку, в принципе так же как и у Блама. Что мне никогда не нравилось на вот таких динамиках, то что у нас клемма минуса маленькая, плюса толстая, надо разные клеммочки делать, все это одевать неудобно, мы могли бы одинаковые сделать, ну это уже прям мелочь. Хороший мидбас, кстати, что касается диффузора, он здесь очень жесткий, прям очень жесткий и такой тяжеловатый, то есть подвижка здесь такая тяжелая, это сказывается на его звучание, динамика у нас имеет импедаз 4 ома и вообще в принципе этот комплект сильно тише, чем Блам. Что касается твиттера, твиттер здесь у нас поболее чем у Блама, здесь 25 миллиметров, шелк, вообще ничем не примечательный, очень тихий твиттер и скажу честно, вот сюда вставочку сейчас вставлю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я начал искать плюсы этой акустики, я сидел, слушал, сравнивал на любимых треках, потом уже начал думать, ну не просто ж так динамики выпустила эта компания, где-то там есть что-то интересное. Я нашел это интересное в джазовых компаниях, в пианино и когда хочется послушать спокойную, приятную музыку, я точно бы выбрал ESB Audio, но наверное когда уже начинаешь пытаться найти плюсы у акустики, это плохо, поэтому твиттер здесь он тише, он не скажу, что сильно тональнее или ярче, чем Бламовский, но сильно тише и может быть еще вот за счет чего. Кроссоверная часть для твиттера, Кроссоверная часть для твиттера у нас здесь катушка и конденсатор. Конденсатор на 8 микрофарад с катушкой говорит нам о том, что у нас срез будет 5 килогерц вторым порядком. Довольно низенько, я бы даже сказал, но никакого такого грязи в твиттере я не услышал, то есть он играет очень тихо и сбалансированно, видимо производитель постарался, 5 килогерц вторым это очень низенько для твиттера, но хорошо, то есть он у нас еще и 25 миллиметров купол, я думаю он у нас сильно залезает в середину, надо отдельно твиттер послушать, честно это не сделал, но в принципе и не надо, потому что оба производителя у нас заявляют то, что вы достали из коробки, поменяли у себя в машине динамики и познакомились с миром саунд-квалити, качество звучания, то есть это такой вход в SQ. Кстати, у USB еще есть сеточка, что очень странно для входа в SQ и начальной линейки, зачем сетка вам, навряд ли вы будете вместо штатного динамика динамик выносить на внешнюю часть карты двери, это уже делают там люди, которые ставят намного злее медбасы, но в комплекте она есть, мне кажется, если бы ее не было, то было бы подешевле, думаю она не имеет никакого смысла, что касается кстати кроссоверной части, еще не сказал то, что у нас здесь для вуфера для медбаса нету никакого среза, то есть получается вуфер у нас будет играть здесь и здесь от магнитола без среза, к тому же как заиграет, подводя итоги скажу так, блам интереснее, блам мне больше нравится, но в свой автомобиль я взял ESB, потому что я так захотел познакомиться именно с этим миром тихого звучания, тональности и так далее, поэтому, как я и сказал ранее, приходите в магазин и выбирайте акустику ту, которую вы хотите, а не ту, которую вам посоветуют в интернете. В принципе на этом все, если видео понравилось, поставьте лайк, если вам интересно обзор посмотреть на автомобиль, который будет собран на этих компонентов буквально через пару дней, тоже напишите об этом в комментариях, мне самому интересно, что получится по звуку, ну и для клиентов, которые у нас приходят на магазин, в принципе, можете попросить продавцов, или если встретите меня, послушайте эту акустику в автомобиле, трехполосную, чуть повыше линейки, трехтысячную, но все равно, я думаю, звучание у них будет примерно одинаково, тихая, спокойная, но интересная. Все, всем пока, до новых встреч.